ход конем ход конем а вот поговорим о нем в гостях у меня прекрасный человек можно даже сказать уже прям таки легенда да сначала было русского рока на вокальный инструментальный ансамбль джен эйр который он продолжает я хочу сказать потому что да потому что я через неделю я уеду в тур вот надеюсь что у нас там все срастется ну вот видите что у нас непредвиденных обстоятельств про которые сейчас говоришь не случится если то я уеду а если они будут у меня возможно там что-то будет смещаться не стареют душой ветераны но поскольку естественно мистер лесов у нас в гостях но поскольку естественно с мистером лесовым поскольку он еще у нас звезда ансамбля little big естественно говорят сколько раз я произнесла естественно говорят основном про музыку про то про все про пятое я вот предложил ему поговорить на совершенно может быть для кого-то даже неожиданную тему хотя и текану-ка хотя те кто подписаны на его инстаграмчик в общем-то для них это неожиданно не будет про любимый город и вообще про сравнение его с рядом других городов которые ты бываешь и так далее господин лесов даже захаживал на мои мероприятия там разные да я когда могу посещаю я еще и вам рекомендую хотя это твоя публика поэтому они знают что ты делаешь да это я своим будет рекомендовать на ходил там на экскурсии рассказал крайне интересную историю про свою родословную вот может быть с нее и начнем давай то что я и да да с места к я был впечатлен я тоже был впечатлен когда начал копать это все мне так чего начать то во первых я в какой-то момент мне попали в руки бумаги что я являюсь оказывается я являюсь почетным гражданином этого города если то если это вот считать с того времени там же все это потомственный гражданин вот у меня я нашел бумажки где написано что мой пра-пра-пра-пра то есть получается там как-то восьмое колено вот чтобы за уровнем накала да вот я нашел что у меня что я из купеческой семьи и что по-моему там что-то в тридцать восьмом что ли году там выдана была бумага моему пра-пра-пра прадеду восьмое воде на киселе что он является почетным гражданином подписано николаем так сказать первым первым николаем первым подписано она вот и перечислены все его значит эти самые отпрыски к и там даже там там перечислены его сыновья и их жены то есть они все являются почетными граждан тут надо пояснить что в российской империи существовала градация на самом деле купцы там разных гильдий было еще вот отдельно и как раз почетный и потомственный гражданин на такие были звания вот и потом я где-то я нашел что они торговали мехами на гостинке вот в гостином дворе у них было значит видимо вот одна из вот этих вот секции они не знаю вот а потом я нашел вот и не помню с чего вообще я начал с чего как бы началась эта история моя копания но я нашел при интереснейшую историю что за моей получается какой-то там протеткой вот приударял так раз николай николаевич младший да к николаша его знали в семье да я думал что это байка честно скажу я я до упора думала что это байка потом я подавал запрос фонд куда-то в москву короче я написал они мне прислали расписку где получается этот буренин моя общая фамилия буренин если что вот при рождении вот мамину фамилию девичью я взял уже так сказать буду вас артистом до будучи артистом я маме обещал потому что буренин у меня есть еще брат а лиса вы все они заканчивались на этом я взял фамилию но у меня там немножечко темноватая история потому что потому что я и буренин и лисов в одинаковой мере потому что у меня мама и папа они были дальние но родственники то есть у меня там они перекликались еще то есть они получаются там троюродные но это нормально да ну то есть вот я как бы меня два уха и так далее все все как бы я уродился норма у тебя какие-то странные родимые пятна на на руках вот короче я нашел несколько документов во первых расписка этого буренина по поводу того что типа что это видимо бабок заплатили вот стопудово потому что расписка выглядит очень странно она такая там типа я такой то такой то вообще не имею никаких предъяв типа все по моей вине то есть все беру на себя типа это типа я загулял короче это причина для развода как бы все она причем с двумя детьми я так понимаю было вот это анна кузьминичная вот и короче там есть полная расписка которая выдана была так раз николаю николаевичу вот а с николай николаевичем там еще веселее история была потому что я нашел письмо победоносцева александру третьему и он такой он там пишет вот на самом деле конечно видимо чувак конечно был гниловат вот серьезно он был гниловат ну прям такое вообще не вот поступок вот прям не пацанский вот абсолютно он пишет там типа ко мне тут давеча значит приходил типа николай николаевич и сказал что вы ему устно в гачине такого-то такого-то дали разрешение на брак с такой-то такой-то там типа без крови без имени там так далее но это все таки это купе купеческий то есть этого это перепрыгивают они сильно перепрыгивают то есть они через вообще через дворянство он к сожалению не мог жениться даже на графине или княгине тогда это называлось быть представительницей владетельного дома то есть он был обязан вообще прям файловая ситуация прям да вот и он видимо там где-то попаду может там по синей лавке где-то они в гачине видимо бухали и он как бы типа договорился типа все хорошо вот и этот пишет типа а точно вообще мы это делаем потому что его отказались там расписывать местные он поехал в какое-то село увез эту купчиху туда не хотели втихаря там расписаться вот но люди которые которые там их должны были расписывать и зассали и они как он же как этот самый как глава синода получается умер прокурор святейшего синода да тут надо тут надо пояснить или к тем кто не в курсе делом то что раньше раньше все браки это сейчас вы идете там загс нет ну кто-то идет в церковь но без загса извините можете хоть в 5 церкви сходить а в то время браки регистрировались в церкви и поскольку патриарха у нас не было нас всеми церковными делами заправлял гражданское лицо на тот момент как раз константин победоносов обер прокурор святейшего синода естественно он держал руку на пульсе вот это все ситуации с да и все это короче к нему приплыла туда потому что его но они испугались и написали маляву туда не типа вот типа николай николаевич то сами собирается чем-то с датами там совсем там 16 августа они собирались там втихаря вообще ну то есть все было уже стал и накрыты были явно вот ну прям вот все же бухонах мази водка стыла и этот собака конечно заложил просто всю контору то есть все посыпалось у них вот потому что там есть ответ в этой переписке это единственная книга где публиковалась я нашел у нас в библиотеке что записаться я пошел мне дали вот эту пластиковую карточку я пошел значит мне выдали эту книжку я все сфоткал вот у меня в телефоне есть на самом деле вот и там подписано типа в связи с какими-то там что-то там изменившимися ситуации короче типа запрещаю вот и все им свернули эту всю лавку но и ну как бы все равно как бы концов-то не не найти то есть как бы он ее увез и увез ну понятно что наверное просто как бы ну они там существовали дальше уже как-то параллельной жизнью история огонь то есть ты прикинь на секундочку что ты мог бы быть там потом в теории то горе родственникам дать чем-то но но так как ситуация стране поменялась вот вы претендовать на престол а мог бы и знаешь это сама мог бы и да и там в канаве не исключено но вернее вернее как бы я бы не родился да вот это 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 огонь история на сказать что николай николаевич младше потом была другая любовь он не подарил как раз здание вообще такой товарищ до любви обильно здание где теперь находится театр музыкальной комедии на вот как раз площади господи искусства думаю тетка ты моя тоже каком здании наверное это за получила я думаю что небес безусловно как правило представительницы вот купеческого звания или от балерины как число как любовница папы этого николай николаевич они были люди понимающие что вот он the only chance of my life я думаю что там все было хорошо потому что я думаю что там и этот буренин то тоже нормально получил денег ну то есть там там прям твердой рукой написано что иди благословляю да тут надо еще объяснить дело в том что развестись было нереально очень проблема да то есть самый простой способ это чтобы кто-то из участников этого замечательного брачного союза взял вину на себя но проблема в том что если ты берешь вину на себя то у тебя потом есть очень жесткие ограничения на дальнейшей браке то есть например так и вообще это же ну если он рассчитывал николай николаевич рассчитывал действительно на брак с ней то есть чтобы она была еще гулящей такой бабой ну как бы вообще было нереально то есть понятно что они там нормально отбашляли за такие показания то есть судя по всему не знаю расскажи пожалуйста про твои отношения с городом петербургом ты он даже начал истории рассказывать даже спрашивал у меня разрешение можно ли мне пользоваться ему пользоваться моими материалами да конечно можно да ну слушай ну это ж такой щекотливый вопрос потому что я начал уже делать эти ролики потом увидел это что ты вот гулял там по невскому проспекту что тебя про каждый дом а у меня у мамы вышла книжка очень похожая на самом деле потому что написал про каждый дом называлась прогулки по невскому проспекту бурейна марина сергеевна вот издавалась так сказать у меня даже пара экземпляров дома до сих пор лежит то есть я в принципе мышь я так это я продолжаю семейное дело в какой в какой-то мере только в другом уже формате потому что у меня как получилось у меня так как родители все равно являлись дальними родственниками они самого рождения друг друга так-то знали вот у меня был дед дед который здесь прям коренной житель так сказать вот буренин он так раз вот этот самый потомок вот этих вот всех дел интереснейших вот соответственно в блокаду дед он сейчас я пытаюсь последовательно все это изложить дед учился военно-медицинской академии блокада застала его когда ему было два цак вот их с военно-медицинской академии эвакуировали в самарканд родители его остались здесь вот у меня есть дневники блокадные прям как они здесь пытаются пережить вот его отец он умер прям в первую же зиму он не это сама уже достаточно такой пожилой был поздний видимо ребенок вот дед вернулся на ленинградский фронт доучившись в сорок третьем вот и гнал уже знаешь по пруссии и очень ну как бы и уже так как возвращаться там толком было некому вот он продолжил военную карьеру то есть он повоевал там и врачом и с американцами в корее и на кубу то есть короче можешь просто писать уже книгу про понимаешь что похождения своей семьи могу я еще про свои не начинал он уехал он был так раз в этом самом карибский кризис переживал на на кубе так раз туда вот эти два корабля которые со штатскими людьми были туда запущены такие знаешь и серии там же мы как бы участвовали по стоку по вот туда отправлялись два круизных лайнера в которых были в одинаковых абсолютно костюмах твидовых просто одни чуваки таки едем в круиз вот он на одном из таких кораблей так раз туда приплыл меня фотки есть из кубы где они там это в таких штанах еще там ну все было хорошо вот и он всю дорогу ну то есть он там и в манчегорске пожил выборге ну как в военных городках вот он очень хотел вернуться в ленинград домой вот и вернулся в какой-то момент вот и собирал вырезки по истории города вот просто такие вот папки и вырезки из газе так далее то у него была вся вот эта серия мемуаров которые там тот-то в петербурге тот-то в петербурге у меня все вот это вот дома лежала вот мама моя когда дед помер она забрала все эти материалы которые вырезки делал и написала книгу прогулки по невскому проспекту вот она просто решила издать она весь этот материал перелопатила вот и свою версию значит происходящего так сказать оформила между прочим стоя с твоим местами очень сильно отличается вот странно если бы мы писали один в один да поэтому ну и я с родителями гулял мне всегда рассказывать какие-то там истории и так далее я в один из моментов я веду там свой инстаграм это все-таки у нас сейчас это у тебя через youtube рупор как бы в мир у меня в принципе тоже через youtube весь канал да и но у меня в основном все равно через instagram instagram конечно это формат более удобный вот я там просто такой записал про этот самый показал в каком окошке этого самого объекте табакеркой в этом самом михайловском замке забили вот и что-то у меня так хорошо зашло что я как бы продолжал там снимать но сейчас вот у меня уже год я ничего не делаю потому что я просто все время в разъездах то есть я вот ты меня сейчас застал я три дня еще здесь и все я мучу опять вот ну что ж такая тяжелая неказистая жизнь простого и дальше подставляем кто чего любит так что да это у меня прям продолжение семейного дела можно сказать потому что это вот мой вклад наверно так уж это очень круто это на самом деле не так вообще часто встречается ну хотя может быть не знаю в ленинградской рок-музыке может быть почаще вот если я среди по больнице наших замечательных артистов а почему смотри нет вот еще один отличный пример я узнал что вася теперь водит экскурсии вазин да вот тоже как бы человек нашел себя на вашу наш но у него и как бы знаешь я помню у него видос был где он прямо с gopro из эрмитажа там снял там замечательно я помню где помню где он песню это самое записывал где его бомбило там что-то английского в регулярном да вот его там бомбило поэтому я понимаю вася потому что тоже жил на махао четыре года ходил вот эти сад теперь я туда честно говоря даже ну да это какое-то место сад забор я вот так как бы здесь такое здесь надо понимать что мы стали просто что открыли все это мы стали туристическим городом на самом деле с огромнейшими возможностями при этом то есть с одной стороны да с другой стороны да потому что все вот то что происходит сейчас городе это это как он себя ведет она дает нам огромный карт-бланш конечно вот давай поговорим вот о чем ты много передвигаешься по стране я не знаю как ты я например ну правда еще два места жительства ну вот одно в центре а второй в сестралийске я честно говоря когда приезжаю в родной петербург и еду в сестралийске это вообще отдыхаю то есть я не думал что обычно люди уезжают из города отдыхать а я возвращаюсь родной пенат и я реально отдыхаю вот ты передвигаешься много там по миру и так далее вот какое на данном этапе а ты уже мальчик взрослый ну есть какой на данном этапе у тебя сформировалось ощущение к петербургу вообще как ты воспринимаешь ощущаешь особенно в сравнении с другими городами ну может быть не самыми худшими в мире а некоторые считают может быть даже самыми лучшими ты там был и в парижах и в лондонах и в нью-йорках кстати если если с францией сравнивать то мне кажется что мы больше похожи с не с парижем а с лилем вот лиль прям лиль или бордо вот не знаю почему-то мне вот так вот то есть я по ощущениям потому что я гулял там я не всегда могу прогуляться когда я приезжаю в город потому что нас там сам чек не сам чек там так далее ну то есть я стараюсь там как бы успеть но прям вообще не всегда то есть я такой если мы все равно своим табором ездим и мы из него нос показываем очень редко но ощущение конечно там какое-то оставить можно во первых ну я не знаю вот с какой стороны со стороны возможностей там не знала сначала со стороны ощущения просто от ощущения потому что ты иногда приезжаешь в город и вот он тебе заходит а некоторые не заходят потом у тебя бывает у меня с парижем такая история была вот он не сначала зашел потом жестко не зашел вот последний раз я был он не опять зашел то есть вот так вот у меня до пассива соня но скажем ну скажем жизнь я бы там не хотел да то есть приезжать туда как турист или там как гид мне приятно жить там хрен знает жить тоже здесь вообще отлично то есть путинская подстилка можно включать лампочки знаешь это самое где где мы сейчас будем лить налить сироп на ватные души где где на на либеральный я поэтому я здесь тоже как бы я здесь очень сама лавирую между между огнями потому что но то что сейчас питер демонстрирует и тоже да это как как здесь можно устроиться и как здесь можно жить и как здесь можно работать первую очередь и что здесь каких успехов здесь можно добиться это вообще отдельная история потому что европа конечно она такая на расслабленная в этом отношении максимально очень особенно франция вообще юг европы скажем так да ну франция она самая богатая это самая богатая страна в европе то есть я не могу сказать ничего ничего про англию с германией могут поспорить не а вот нет потому что то есть ты очень-очень заметишь разницу когда ты выезжаешь и ну хотя ты 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 ездишь и ты понимаешь о чем я говорю потому что франция она конечно она просто вот она конфетка на вот такая все до конца все доделана это особенно хорошо видно когда ты через мон блан проезжаешь через этот самый через этот тоннель и там есть французская часть она такая в лампочках аккуратненько все так покрашена, и потом ты въезжаешь в итальянскую часть, в Италию, там начинается, и там просто начинается уже мотыляться полиэтиленовые пакеты вот так вот на кустах, и ты понимаешь, что ты въехал уже в другую страну. То есть она вроде как Евросоюз, но деньги, как бы, деньги мы делим по-другому, то есть Евросоюз Евросоюзом, а бабки бабками, вот. И Франция, она самая богатая, поэтому с ней, конечно, сравнивать, наверное, ну хотя, да, да, у нас в Питере чище, там, не знаю, из этих соображений, хотя я сейчас только что с Опрашки вернусь, вот, ну то есть у меня тут уникальное место, я там даже пару раз экскурсии проводил. На Опрашке есть единственная лавка, где торгуют русскими, я там носками затариваюсь уже много лет. Там есть отличная китайская, сейчас, конечно, это не очень актуально, я думаю, что народу немного, но там есть отличный ресторанчик, который, они не разговаривают по-русски, они вообще там, получается, между какими-то этими лавками, чебуречними ты пролезаешь, и там прям аутентичненько. Какие у тебя вообще-то любимые места в городе? В нашем? В нашем, слушай, ну, вся та половина вот города от Невского, вот Невский очертил так, и вот весь вот этот вот блин, он, в принципе, мной пешком исхожен, там все пески, и, собственно, и туда, ближе к центру, это все прекрасно, потому что, вот, нет ничего круче, чем кататься ночью на велике в районе Смольного. На самом деле, там, там нету никого. Широко, пусто. Широко, пусто, едешь там, и вот это прям мое любимое. Вот. Ну, и тут, да, где-нибудь поваляться на этой, на Марсовом. Ну, то есть я же, я на Стараневском живу, то есть у меня все это мои… Ты там где-то в районе Молока бывшего, да? Да, 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 вот там. Я между щита и Молоком, у меня из окна было видно полигон, когда он переехал, ну, в смысле, главклуб, когда Паша туда заселился на… Молоко – это клуб у нас такой был легендарный, такой… Ну, у нас первый такой легендарный, ну, именно пост-роковый это Там-Там, конечно же, а Молоко – это был такой, типа, после Там-Тама. Да, да, по-моему, там кто-то его и делал. Ну, это, типа, он считался, типа, правоприемником, ну, Сива Гакин, может быть, там… Внес бы свои коррективы на этот счет, но этим не было. Ну, это да, но это уже там… Это их история, на самом деле. Но мы… Ну, Текила Джаз там очень любила игра. Да, 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 но мы, как Джанейр, мы это самое, мы именно были резидентами Молока, да, ну, мы рядом тут. Мы там и тусили, как бы… Причем нас выгоняли, наверное, раза три или четыре оттуда с позором, то есть, чтобы ноги ваших здесь не было. В связи с чем? Ну, это, как бы, пьянство и буза, то есть, там, это… Размазанный по потолку торт, там, на день рождения группы, то есть, нас оттуда выгоняли часто, вот. Но мы все равно там как-то… Мы так и дожили, там, до самого финала. А вот Соединенные Штаты Америки, да, вот мы только что там вскоре поговорили об этом. Такая страна, о которой разбиваются все копья, как только начинаются, там, не знаю, какие-то интернетные бучи и прочее, мне там… Ну, мало того, что у нас по этой стране большинство людей судят по телевидению, либо по блогерам, по каким-нибудь, а теперь почему-то считается, что блогер – это последняя инстанция. То есть, вот, вот он сказал, так оно и есть. Ну, вот я сейчас тогда, как блогеры все-таки… Да, я даже говорю иногда, ну, очень часто, что даже я не… В общем, даже мою информацию надо перепроверять, это нормально, если вы хотите развивать какое-то критическое, аналитическое мышление. Ну, ты вот поездил, именно посмотрел… У тебя есть уникальный опыт, потому что я ее смотрел, опять-таки, только как турист, а ты смотрел она изнутри, допустим, индустрии вот развлекательной. Да. Какие у тебя ощущения остались? То, что там, смотри, если про музыкальную индустрию, то там есть большие лейблы, которые держат клубы. То есть, если ты хочешь играть в хорошем клубе, тебе надо быть под определенным лейблом. У тебя должен быть контракт, по которому ты будешь за какие-нибудь… Ну, то есть, это все… Капитализм там пришел в ту форму, в которой огромные корпорации, они даже в таком бизнесе, как просто концертная площадка, они диктуют свои условия. То есть, у них есть там локомотивы какие-то, да, группы, которые там прям большие, там какая-нибудь белялишь. Вот они на ней, значит, и живут. То есть… Вернее, как они живут. Она у них тянет всю эту фигню, потому что… Ну, то есть, у них есть заглавный артист. А вся вот эта мелочь, которая идет, она работает за копейки просто, и она отбивает каждый день в клубе. Она там не получит ничего. То есть, у них контракт. То есть, ты должен там 10 лет на них вот это вот все эти отрабатывать бабки. Вот. И потом только ты превращаешься в какой-нибудь белялишь, и в тебя, может быть, вложат денег. Вот. Поэтому мы туда заехали изначально не с большим лейблом. Мы занимали клубы. Они были настолько разношерстные. То есть, вплоть до того, что там в LA мы играли в клубе, в котором нам не поставили сцену. Вот. Ну, такие типа… Guys, what the fuck? Вот. И… Люди, у которых как бы мухи там в руках ебутся, ты понимаешь, что русский продакшн… Они все избалованные. То есть, ты… Здесь мы можем… И ты меня поймешь, потому что здесь ты можешь решить любой вопрос в 4 часа утра. Ты все равно найдешь людей, которые подорвутся. Ну, то есть, там, если не деньгами, то знакомствами ты всегда это решишь. Там ты не решишь ни хрена, потому что, ну, им уже это уже ничего не надо. То есть, там такой вот шоу-бизнес уже расслабленный. Вот. Хотя мы все равно, мы поставили себе сцену. Ну, то есть, мы сказали там… Ну, много разных было слов сказано, в том числе нецензурных. Вот. Но есть там площадки, на которые ты приезжаешь. Конечно, они там все уже там сделаны. Там у них этот бизнес уже слишком давно. Вот. С другой стороны, там, в Питере продакшн сейчас на таком уровне, на котором там приезжал. Он сейчас там в Лимбискетт, сказали, ой, поехали с нами. Вот. Такое. Да. Вот. Там дорого все очень. Вот. Здесь жить намного дешевле. Здесь жить комфортней. И здесь жить, ну, не знаю, то есть, вкуснее. Ну, и прочее такое. То есть, то, что вы здесь поедите в каком-нибудь вот этом крафтовом ресторанчике, наивкуснейший какой-нибудь тартар. То, чтобы такой тартар пожрать в Штатах, ну, надо очень много денег заплатить и будет все равно невкусно. Еще найти это место и... Да. Да. Поэтому это такая... Ну, это иллюзия, конечно. Они... Ну, в первую очередь, когда ты начинаешь ездить... Сколько гамотно они упаковывают эту иллюзию. Ну, то есть, бутафория, которую тебе сняли, как бы, как рекламный ролик. То есть, ты его в каждом голливудском фильме это видишь. А туда приезжаешь, ты понимаешь, что это вот... Ну, еще мы же с тобой, понимаешь, мы любим, чтобы была какая-то история у места. Хочется, чтобы было. А там ты приезжаешь-ка в Купчагу. Там ничего старее, чем Купчага нету. Там ничего не стоит. То есть, все, что там было старее, оно все равно либо развалилось. Они это не ценят. Поэтому это все под снос. И это все просто тупые китайские вот эти вот... То есть, такое. Ты реально как китайская пластиковая херня. Вот это... Меня я сам удивился. Это иррациональная вещь. Но то, что мне не хватило, это именно исторического бэкграунда. То есть, вот я вот поэтому... А его хочется. Ну, потому что ты хочешь в какую-то... Ты всегда ищешь какую-то старую часть, в которую прийти и погулять. У тебя старая часть города, она обозначена вот... Ну, ты понимаешь, что это центр. Там же нету этого. Вот. Единственное, что там, не знаю, по какому... Чикаго там погулять, это вот... Ну, это вот как на... Как в Москве посмотреть на высотки. Ну, понятно, откуда они там это самое стыгрены. Вот как бы пример. Как бы вот рефер, по которому работали ребята. Да? Посмотреть там есть... Есть немножечко... Как сталинского вампира в Чикаго. В Нью-Йорке есть на самом деле здание, которое... Вот там с Манхэттенского моста съезжаешь с правой стороны. Это как раз муниципалитет города Нью-Йорка. И вот оно считается прям вот... Оно. То есть это МИД у нас как бы на кольце. Вот это... Оно только у нас МИД, его там присобачили. Этот шатер, всяких там этих колоссев вокруг. А так, в принципе... Да, да, да. То же самое. Ну, единственное, что в Чикаго он еще оформлен. Вот а-ля заставка к великому Гэтсби, который фильм-то вот был. Вот они оттуда так раз там. Вот этот модерновый такой рисуночек там. Как тебе тяжко, значит, иногда бывает. Потому что ты находишься примерно как и я. Я ненавидим либералами за то, что я патиноид. А, значит, совкодрочерами за то, что я могу усомниться в святости товарища Сталина. А, значит, а у патиноидов за то, что я иногда могу высказать что-то критическое в адрес. Но при этом я... Ты же, ну, у тебя более политизированная публика. У меня все-таки, у меня это скибиди все-таки. Как бы, скибиди наше все. Поэтому, в принципе, я в политику-то особо и не влезаю. Ну, то есть, понятно, что там, что у меня есть свои претензии как бы и здесь. Ну, понятно, естественно. Было бы странно. Особенно, когда ты поездил. Это Питер, детка. Февраль. Девушка звонит, говорит, я опоздаю, потому что ему колесо на велике спустило. Слушай, ну, это вот такая зима, да, что это самое. Да, можно и на велике покатать. Зима, крестьянин торжествует. А все-таки, если говорить про... Хорошо. Штаты, музыка и прочее. А вот, например, люди, взаимоотношения людей внутри и прочее. Вот как бы ты это обрисовал? Слушай, больше похоже, конечно, на русский менталитет Штаты. Да, это правда. Потому что у них такое. У них там даже что-то похожее на дружбу существует. Это как бы не карается. Не это самое. Госдеп как-то не это самое. Проглядел, видимо, на какой-то момент. Вот. А вообще по народу. Я же все равно, я же в основном публику вижу, которая приходит на концерты. В Европе приходит... У меня, на самом деле, это достаточно распространенный вопрос, когда пытаются сравнивать публику здесь и там. Вот. Я наконец-то могу сформулировать ответ на этот вопрос. Да. Во-первых, публика в Европе старше. Сильно старше. То есть туда могут прийти абсолютно взрослые люди, потому что им интересно. У нас такого нет. У нас где-то заканчивается хождение на концерты с 30-ю. У нас люди считают, что все, они старые для этого дерьма. И у нас все равно. Ну, у нас молодняк, конечно же, там пляшет. Вот. В большом количестве, но молодняк. Вот. В Европе мы собираем много, потому что приходят взрослые люди. Почему они туда приходят? Потому что более расслабленная жизнь. Да. И знаешь, почему она более расслабленная? Расслабленная, менее стереотипная. Дело не в стереотипах. Я понял, почему она более расслабленная. Потому что дело в амбициях. Ты заметил, что периодически во Франции, когда ты приходишь в ресторан, там к тебе подойдет официант, которому больше, чем 40 лет. Пенсионер был. Пенсионер подойдет. У нас это зашквар. Да. У нас зашквар. Работа официантом – это временная работа. Когда ты студент, ты подрабатываешь. Либо что-то типа того. Либо ты не нашел какую-то другую работу. У нас это зашквар. Ну, то есть, у нас не работает старшее поколение официантов. А там человек, вот он работает официантом. У него стабильная работа. И ему не надо ничего. У него нет амбиции. Ну, он не хочет купить этот ресторан. Он просто работает. Ему кайф. И вот приехала группа, ему интересно. Он пошел. И это совсем… Ну, это не вяжется с русским менталитетом. Потому что у нас… У нас ты не можешь рассчитывать на то… Ну, то есть, как бы… У нас пенсионер – это другое. Ну, то есть, вернее, взрослый человек. То есть, у них взрослый человек может работать на какой-то такой работе не амбициозной. И получать это неудовольствие. Вот что интересно. Поэтому они там и ходят на концерты и так далее. Поэтому они в таком расслабленном состоянии. И у них больше гарантий, конечно, от каких-нибудь там профсоюзов, что их там никто не турнет. Это очень интересное наблюдение. Насчет официантов я с тобой полностью согласен. Я тебе больше могу сказать. Там это вполне уважаемая профессия. И еще ты в некоторый ресторан еще хера устроишь с официантом. Потому что там своя шайка-лейка. И действительно там годами, десятилетиями народ работает. И им в кайф. Ну, я считаю, что самая перспективная сейчас ниша в России – это когда кто-нибудь у нас здесь начнет придумывать профсоюз. Кто-то рубанет бабла просто. Ух! Прям вообще. Ну, то есть, у нас сейчас это вообще не работает. Но когда кто-то вот соберет вот этих вот людей, которые смогут каким-то образом влиять на работодателя, вот это будет прям… это будет топчик. Но это будет не скоро. Очень не скоро. У нас пытаются… У нас пытаются некоторые люди этим заниматься. Единственное, что они этим пытаются заниматься типа с идейных позиций. Я таковых даже знаю. Но то, что они даже забывают, что на самом профсоюзе – это как гринпис. Гринпис же он типа за экологию. Он же типа весь праведный. Ну… Но… Есть нюанс. Конечно, конечно. И кто под себя вот эту вот нишу подобьет, не надо ее в политику вмешивать. Здесь… На самом деле сейчас то, что вот происходит в Питере – это прям… это настоящий капитализм по канонам, по которым он… по которым он хорош. То есть у него есть положительные стороны. Вот. Сейчас там, я думаю, что икают в этом самом соседнем офисе. Но… У него есть положительные стороны. Соседний офис просто – это студия Дмитрия Пычкова Гоблина. Нет, я совсем уважение. Вот. Я к тому, что… Понимаешь, в Штатах… Каким образом? То есть, если ты открыл какой-то ресторанчик, который лучше, чем Макдональдс… Ну, я как бы просто набрасывал… Внутри… Да. У тебя просто Макдональдс купит этот ресторанчик, пошлет тебя нахер как бы… И сделает там еще один Макдональдс. Это не улучшит… Ну, не будет Макдональдс стараться быть с тобой, конкурировать там и так далее. А у нас сейчас подросло то поколение ребят, которые делают бизнес, которые что-то там креативят, они там открывают какой-то ресторан. Ну, то есть, у меня среди знакомых… Журнал про кофе я видел в Петербурге. Божечки-кошечки. Прикинь. Люди… Ну, что это? Да вот там люди собрались, они… Ну, это правда вышло, скажем… Прокофий. Прокофий. Я думаю, название Прокофий. Я думаю, что это типа Фома, блин. Я думаю, сейчас мы уже пойдем туда, к этому самому… Как это… Телеканал спас. Сейчас загорится дальше в логотипе. Ну, чтобы подорвать плаганы так все. А то что это мы… Этим подорвали, этим подорвали, а тем не подорвали. Как же журнал Фома там… Нет, про кофе. Вот, про кофе. Да, да. Ну, в смысле, у меня… Там… У нас бассейн джанейровский, он очень долго… Они снимали квартиру на троих. Там один чувак, его зовут Редман, у него вот сейчас открылось… Ну, не сейчас, уже давно, а достаточно открылось несколько ресторанов мясных. Там Чак, может ты заходил… Да, да, Чак, знаю, да. Чак, ты знаешь. И этот самый, и Холли Рипс, да. Ну, Холли Рипс – это вообще святое. Там моя бывшая меня туда завела… Сейчас… Ох, сейчас я тебе расскажу. Отличную байку. Сейчас я его… Я просто перечислю… Потом наш другой друг, который был барменом в главклубе. У него Эль Капитас. Это… Это заведение, которое, ребята, входит в 27 лучших в мире. Они сейчас взяли 27 место. И вот Палому сейчас они еще открыли. Там Осипчук, у которого там открываются салоны. Ну, то есть, ребята вот в этой индустрии, они достигают прям высот. Это очень круто. Просто про Холли Рипс, чтоб ты понимал. Мы сейчас месяц жили в Лос-Анджелесе. Вот. Нас пригласили на вечеринку. Там было 300 приглашенных персоналов, так сказать, персоналей. Это были главы радиостанций. Вот. То есть, это большой концерн радиостанции. Вот. Мы сыграли там два трека. Вот. Там такие почти почтенные черные граждане сидящие с бородками были. Вот. Вечеринка – ладно. Как бы это фиг с ним. Мы действительно… Ну, у нас там лейбловые какие-то дела. Мы пытаемся налаживать отношения со Штатами. К нам подошел чувак, который технорил. Который звук на всем этом мероприятии делал. То есть, это было второе мероприятие. Первое у них было до этого за три месяца Maroon Fight. Играл. Теперь мы. Вот. Он такой, а я был в Питере. Мы говорим, вау. Типа, с кем? Он говорит, типа, я заезжал с Рамштайн из Токио отель. Мы говорим, ну что, класс. Он говорит… И, короче, чтобы вы понимали, когда ты приезжаешь в Штаты, ты думаешь об их национальной кухне. Ты думаешь в первую очередь о бургере и ты думаешь о куске мяса. Ты думаешь, что там должны быть отличные стейки. И чувак просто нам на голубом глазу говорит, я был у вас там в Чаке. Это лучший стейк, который я жрал в своей жизни. Это чувак, который родился и живет в Лос-Анджелесе. То есть… И мы такие… Как так? Ну, то есть, если вы думаете, что вы приедете в Мекку вообще стейков и пожрете нормальный стейк… Вон, этот самый, в Холли Рипс ходите. Да, это как… И рассказывали, как люди в Мюнхене пытались рульку найти и потом нашли ее тоже как раз у нас где-то вкушено за углом. И она была лучше, вкуснее и здесь. Да, поэтому я сейчас приехал, я пришел туда в этот самый, в половому контину. Говорю, ну, наконец-то… Там все-таки Калифорния, она на границе с Мексикой. Я говорю, ну, наконец-то я дома пожеру. Нормальное тако съем. Слушай, ну да, это очень удивительная история про вот эту пищу. Тоже знаю массу таких вещей, когда люди приезжали сюда и удивлялись. И, ну, особенно в Питере, потому что Москва сейчас тоже как-то начинает портиться в этом отношении. Ну, она так раз не доросла. Там либо очень богатые заведения, а у нас именно можно дешево… Ну, очень многие говорят, что именно в Питере вкуснее, чем в Москве. И я-то как бы не особо ходок. Я сейчас тем более там стараюсь какую-то другую жрачку жрать. Но, тем не менее. Слушай, очень… Ресторанный бизнес в Питерске, он просто… Он как-то по-русски… Делает, как бы… Я стараюсь не ругаться при твоей публике. Он делает… Он делает просто все. Он и европейскую кухню делает, и штатовскую, и всю… Ну, то есть я считаю, что здесь сейчас у нас… И у них возможность есть. Мы самый туристический город вообще в Европе. То есть открывай рестораны, тут что хочешь, делай. Потому что в Европе все эти места, они забиты. Там же длительно… Ну, там вот есть у человека булочная, которую он открыл в 17 веке. И передает ее вот так вот. Ну, то есть и ты вдруг приехал такой, типа, я здесь открою булочную. Да не откроешь ты там булочную. Ну, не откроешь. Потому что у него эти люди, которые рядом живут, они ходят в эту булочную уже… Уже 300 лет, как бы. Ну, пошел ты нахер, как бы, какой-то этот самый… Эмигрантишка. Ладно. Закругляюсь. Скажи, пожалуйста, вот тогда, если говорить про Питер и прочее, а ты вот там думал… Ну, не знаю, может я, конечно, не туда лезу, но всегда интересно. Тем более мы сейчас поговорили про это. А вот там продолжение рода, тра-та-та, вот это все… Ну, я… Работа над этим… Ведется планомерная работа. Максимально, вообще. Ну, что ж, я надеюсь, что… Да, есть и такая работа, она тяжелая, но… Она у меня максимально запланированная. Ты понимаешь, что я в этом городе очень нахожусь… Ну, то есть… Я поэтому и спрашиваю, что… У меня график, да, прям такой. Мне приходится периодически продолжение рода как бы выписывать в какой-нибудь город. Брать билеты. Ну, понятно. Ну, что ж, пожелаем удачи товарищу Лису. В этом не в основном деле. Ну, вообще, в принципе, очень многогранный крутой разговор. Поговорили о том, о всем и прочем. Ну, когда… Мне кажется, нам прилетит сразу. Да, и это прекрасно на самом деле. Тем более у меня на канале «Всем хлеб, соль». Я тут никого не баню в отличие от всех праведных господ. Ну, такой, знаешь, вопрос журналиста с первого курса журфака. Тем не менее, какие творческие планы? Слушай, творческие планы обширные. Ну, то есть мы сейчас с ЛБ мы начали делать альбом. Мы так раз в Л.А. уехали, чтобы вообще… На самом деле, другой вайп. Совершенно у города другой вайп. И музло получается абсолютно другое. Потому что мы и для Джанейр поработали. То есть там… У нас была сделана на первом этаже студия ЛБшная. Вот. И у меня там еще стояли… Как бы мы еще для Джанейр что-то писали. То есть, в принципе, оба проекта готовят новые релизы. Вот. Там история у Литл Биг. То есть мы сейчас… Концертов немного. Мы хотим, наконец, сделать побольше материалов. Вот. История у Джанейр. Мы сейчас едем в тур буквально через неделю. Мы поедем… У нас на месяц такой выезд. Там что-то 16 концертов. Не очень много. Но, по крайней мере, мы умудрились это вклинить в наш график. Вот. Сейчас выйдет тоже релизик у Джанейр. Ну, там небольшую пишечку мы выпустим. Музыканты не говорят… Не ревнуют тебя. Говорят, вот что ж ты бросил нас… Нет. Ревнует публика. Музыканты… Музыканты все… Как бы все работают на… На работах. На нескольких проектов. Ну, нет. Мы… У нас гитарист сейчас с Горшиневым. Ну, периодически выкатывается. Вот. Корешок. Тоха барабанит наш барабанщик еще в группе «Грязь». Это отличнейший проект. Просто превосходный. И он как директор еще выступает у некоторой группы. Он у Архиповского, например, возит. Это «Виртуоз балалайшник». Вот. Он ему делает эти самые концерты по филармониям всяческим. Разным. Вот. То есть все, в принципе… При деле, да. Но графики, конечно, выстраиваются очень сложно. То есть… Ну, как это все срастить, как бы, да? Да. Прям жестко. Ну, это… Google календарь нам в помощь. Потому что это, знаешь, из серии там… Вот эти вот онлайн-календари, которые все состыковываются. И ты понимаешь, что у тебя нету времени вообще больше ни на что. Ну, то есть такое. А ведь еще продолжение пола… Продолжение пола – это… Рода. Все-таки, да. По полу… Проражение рода, да. Изобретать не будем. Мы это оставим… Оставим в загнивающей Европе. Ну, ладно. Друзья мои, значит, от себя хочу сказать, что сейчас идут экскурсии в Питере. Будет и про терроризм, и про женский день, и про убийство Паула I, и про все остальное. Также мы, значит, 9 марта едем как раз загнивающей Европы в Берлин. У меня уже третья группа туда едет. В октябре, 19 октября мы едем первый раз в Вену с группой. В январе 2021 года в Париж в конце, и в марте в Прагу. И в конце, соответственно, лета тур в Нижний Новгород. А 2-4 мая – это у меня уже второй тур в Питере. Вот мы гуляли и увидели вот такую картинку, значит, по дворам на Рубинштейна. Значит, мы это зафоткали. Мои сектанты сразу назвали чат в WhatsApp'е «Крокодилы ходят лежа». И тут мне, короче, подарили эту футболку. Прикиньте, как это круто, да? Хорошо. Так что все информации есть внизу вот там. Ну, лисовые не надо указывать эту новую. Все в курсе, где этот чувак обитает, в каких соцсетях и что это за? Ну, в общем, меня просто найти, да. А как бы если кто-то зашел так раз с моих аккаунтов сюда, то я вот так раз рекомендую экскурсии. Если вы смотрели и вам нравилось то, что я делал вот эти вот небольшие исторические зарисовки, то здесь это намного более подробнее, намного интереснее и дольше. И все это как бы… Все мысли укомплектованы намного более трезво, чем у меня, эти маленькие зарисовочки, которые такие разбросаны по городу. Сходите, сходите, послушайте. Спасибо, дорогой дружочек. Комментарии туда. Пока.